Российские учёные создали одежду для космонавтов. Особенность этих изделий в том, что их не надо стирать. Как это работает и подходит ли такая одежда для земных нужд, выяснял Андрей Негру. В чём летает космонавт? Первое, что приходит на ум в скафандре. Однако гардероб обитателей МКС куда богаче. Сменный комбинезон, тёплый поло, комплект белья, носки тонкие и махровые. Всего около 20 наименований. И многое из этого далеко не в единственном экземпляре. Ведь, скажем, тренировочный костюм нужно менять уже спустя три дня. А как постирать одежду в космосе? Вот ответ того, кто сам побывал на орбите. У нас здесь нет стиральных машин. И на станции мы дорожим каждой каплей воды. Грязную одежду мы просто складываем в прогресс с прочим мусором. И затем он сгорает в атмосфере Земли. Следующий грузовик привезёт новые комплекты. А ведь вместо них он мог взять, например, научное оборудование. В этой лаборатории учёные придумали, как к космической одежде продлить срок службы. И тот же тренировочный комплект служил бы не три дня, а три недели. От четырёх часов материал лежит в ванне. Наночастицы внедряются в волокна ткани. После этого ткань извлекается. В основе раствора миниатюрные частицы меди. Установлено, что при контакте с ней гарантированно погибает подавляющая часть грибков и бактерий. В том числе и тех, что ответственны за появление неприятных запахов. Металл просто разрушает их клеточные мембраны. Правда, на это уходит некоторое время, за которое обычные наночастицы меди успели бы окислиться. Так что здесь их модифицируют. Каждую наночастицу мы помещаем в полимерную оболочку. Продлеваем срок хранения меди. Она в этой полимерной оболочке за счёт синергетического эффекта с самим полимером очень высокие антибактериальные свойства проявляет. Говоря человеческим языком, за два часа наш состав убивает 99,9% бактерий. То есть стоит на это время отложить одежду, и она сама очистится. Помимо космоса, разработчики видят технологию на службе военных и, разумеется, медиков. Обрабатывать больничное бельё, халаты и маски. То есть это та же многоразовая маска, но с пропиткой антибактериальной, которая позволяет её стирать не каждый день. И уже поносил маску, несколько часов снял, и спустя два часа она снова чистая. Кстати, на Земле изделия с такой пропиткой можно и постирать до 50 раз. Только после этого полезные наночастицы начнут вымываться. И далее в полной экипировке прямо в космос. Этот космический корабль что, плацкартный? Ну, он массовый, значит, доступный. Ой, славно ты мне звезду привезёшь. Загадывай желание. А на Луну как? Получится доскочить? Это экспресс идёт без остановок, а Луну я тебя сфоткаю с иллюминатором. Ну, а будут там кормить по дороге? Вообще, когда назад тебя ждать? Слишком много вопросов. Задай их эксперту сразу после вести, а мне сейчас не до того. Надо собраться с мыслями. Так, чуть не забыла, возьми с собой ещё одного космического туризма. Кто такой? Ему нужен мини-скафандр. Ага, следите за собой, там будет.